Друзья, всем привет! Начинаем сегодняшнее упражнение, задание. Сегодня поговорим с вами о стратеге продаж. Я расскажу, как я действую, каким способом я сейчас планирую создавать продукты и объясню логику, как я мыслю для того, чтобы клиенты приходили. Какие эти клиенты? И вы можете использовать уже этот метод. Итак, самое первое – это потребность аудитории. 10% людей сейчас ищут прямо решение своей проблемы. Если мы предоставляем какое-то решение, то на данный момент в рынке есть люди, 5-10% их, возьмем усредненные, давайте так, 3% прям срочно, нужно было еще вчера, сильно болит. И процентов 7 – это люди, которые не сегодня, завтра понадобятся. Поэтому берем усредненные – это 10, и 10% людей сейчас в ближайшем времени, в течение 1-2 недель, должны принять решение и выбрать правильный способ решения своей проблемы. У них болит, у них есть потребность. Соответственно, что мы делаем? Мы понимаем, что эти люди в целом есть по рынку, и мы должны им что-то предложить. Есть другой – это 90% людей, они греются, актуализируют свою проблему, их мы добавляем в подписку. Поэтому стратегии у нас две – это активный способ, когда нам тут же срочно сразу же предлагаем, люди уже сфокусированы, они ищут решение у нас, либо у кого-то еще, они в любом случае купят. И вторые – они пока не покупают. Соответственно, в какой-то момент, если мы им предложим, и когда у них дойдет, когда они догреются, и когда у них проблема будет актуализирована, они тоже купят. Лучше, чтобы эти люди в первую очередь обратились к нам, соответственно, они должны знать о нас, они должны о нас помнить, и нам желательно давать им какую-то полезную информацию. Это две стратегии. Первая – 10% продаем здесь и сейчас, и нашу первую воронку мы делаем на этих людей, с нее мы зарабатываем основные деньги. Сделать ее нужно одним способом. И вторая воронка, номер два – это экспертная воронка, с помощью которой мы удерживаем людей, они на нас подписываются и могут приходить через 2-3 месяца, через полгода, через год, и даже через 10 лет такое тоже бывает. Но эти люди, как правило, самые лояльные, самые классные, они платят хорошие деньги, и от них отказываться точно не нужно. Но мы должны понимать, что для того, чтобы в моменте деньги получить, мы работаем способом номер один, и работаем с 10% трафика. И способ номер два, он тоже должен быть, но и мы, те, кто не купил сразу же, по каким-то причинам, те люди, которые к нам попали, мы их добавляем. Вот такая логика. Исходя из этого, мы строим вообще все продажи и работаем. Дальше, давайте поговорим про продукт. Для того, чтобы что-то кому-то продать, можно продать маленький продукт. Это решение какой-то проблемы. Если человек сейчас ищет что-то, вот у него в голове приспичило, допустим, ему нужно найти строителей. И вот прямо сейчас у него эта проблема горит. И он не хочет изучать, почему у него эта проблема возникла, каких он найдет строителей, как эти строители что будут делать. У него просто вот в голове есть стереотип, что надо сейчас действовать таким способом. Побеждать этот стереотип вообще не нужно. Вот в чем дело. Не нужно его переучивать. Проблема начинающих, когда начинают вот здесь, начинать греть и учить человека, он не будет нас слушать и не будет читать наши рассылки и наш полезный материал, потому что там целый том. Нужно будет это ему изучить. Он хочет решить проблему здесь и сейчас. Что мы делаем в этом плане? Мы делаем маленький продукт, какой-то любой из этапов. Если ему нужно выбрать строителей, окей, мы пишем. Как выбрать строителей? Если ему нужно, допустим, выбрать дизайнера, либо там создать планировку, мы говорим, как создать планировку. Как выбрать интерьер квартиры, если он пока стиль не понимает, не понимает, как создавать пространство. Если это в копирайтинге, например, тема, то ему не нужно рассказывать, как построить маркетинговую стратегию, как я сейчас делаю. Ему нужно просто отдать ответ на вопрос, как мне найти клиентов. Там 5 способов поиска клиентов, выбери свой То есть более какие-то конкретные практически вещи И так называемые фишечные Многим людям это нужно Почему? Потому что они не эксперты, они не профессионалы Они приходят в тему И на данный момент у них на этапе решения их проблемы Они может быть даже сами попробовали решать что-то Но они уперлись во что-то И они не могут это решить, они ищут это в интернете Если они это ищут каким-то образом В интернете, по знакомству, еще где-то Они могут наткнуться на нашу полезную материал Поэтому что мы делаем? Мы создаем много маленьких продуктов, но мы их не продаем Они нам нужны в основном, эти этапы и тест-драйва Чтобы пригласить человека на обсуждение На собеседование И на собеседование мы уже понимаем Либо мы ему продаем этот продукт и дальше ведем его по целой цепочке Показываем, что есть дальше Либо используем этот момент для того, чтобы Начать работать с человеком В плане общения И в общении, в знакомстве Рассказать его, что его проблема не решается Там просто пластырем приклеить Она решается комплексным И разумно будет приобрести комплекс Тем более доверим То есть мы покупаем за счет этой маленькой проблемы За счет стереотипа Ни в коем случае не переучиваем человека А даем ему возможность с нами пообщаться Мы используем это для маленького продукта Можно ли строить бизнес только на маленьком продукте? Да, можно И так многие делают На маленьком продукте люди создают маленькие чеки Маленькие проекты Делают только планировку Делают только тексты Пишут, они не решают комплексные проблемы с привлечением клиентов Они делают что-то небольшое Проводят единичные консультации Чтобы человеку снять какую-то боль Но правильно я считаю Все-таки если мы профессионалы Если мы хотим людям не просто облегчать боль А помогать и решать проблему целиком Правильно делать большой комплексный продукт Большой комплексный продукт В идеале, если человек пришел Ну разумный с деньгами Он хочет решить проблему не локально А все целиком То есть это большая сделка Большой человек Он готов за нее платить Если верит, что способ, который вы предлагаете Работает И если видит в вас человека Который может по этому способу провести Если он видит все эти обстоятельства То нелогично, неразумно не заплатить за это Но только если у него нет денег Он относится к эконом-сегменту Тогда он может прийти к вам хотя бы обучиться Тогда мы можем обучение продавать Но в любом случае Во всех начинаниях Я рекомендую создавать Большие дорогие продукты И именно их продавать Потому что дальше Если мы продаем маленькие продукты У нас мало денег на рекламу У нас люди, которые не понимают Как надо Мы будем действовать так, как действительно нужно Они будут просить действовать, как сами хотят Они начинают диктовать свои правила Просят несколько вариантов Против вообще каких-то рассуждений Не потому что они Ну какие-то не такие Просто у них в голове Что так надо действовать Вот, поэтому мы рекомендуем Все-таки создавать большие продукты И с ним выходить на рынок Это очень важно Дальше, когда мы понимаем Что у нас есть большой продукт Мы его сделали Когда у нас есть маленькие продукты В том числе Которые позволяют нам привлечь клиента И мы их используем именно для этого А не для того, чтобы зарабатывать на них Ну, либо на маленьких продуктах Кстати, мы можем выйти из красной зоны Кто находится в красной зоне Можно быстро продавать какие-то продукты И часть людей просто по статистике Даже если вы им сделаете результат Просто по статистике Не применяя никаких механик и технологий Они попросят еще дальше Примерно 10% людей будут Если вы делаете им планировку Да, они дальше, например Просто сами по себе Но если мы применяем стратегию Которую мы разрабатываем То не 10%, а 90% пойдут дальше Вот поэтому А это нам увеличивает конверсию Это нам приятно Дальше мы включаем уникальность Как привлечь человека Это очень важный фактор Потому что естественное желание Любого продавца Охватить как можно больше аудитории И показать свое предложение Как можно большим количеством людей К сожалению, это не работает Почему? Потому что продажи у нас идут Только через истории И через конкретные специфические примеры Если человек нас не знает Если он на нас не подписан Ему нужно срочно решение проблемы А самое лучшее решение его вопроса Это не рассказывать как надо Не рассказывать ему систему А показать просто тупо Как вы делаете Как решаете эту проблему На цифрах На скриншотах На видео То есть показать конкретно процесс И показывая процесс Вы показываете, что вы эксперт Что вы уже провели другого человека Что у вас есть технология По которой вы можете провести Не рассказывайте, как это будет И не заставляйте человека принимать решение И брать на себя ответственность А показывайте, как вы это делали И он уже видит некую историю Так вот Если мы понимаем, что через истории Продавать лучше всего То история должна быть специфична Иначе он ее смотреть не будет Он будет думать Это не про меня И пойдет искать дальше Что значит специфичная история Это в первую очередь Специфичная аудитория Чем уже у нас будет аудитория Что именно вот Для твоих ситуаций Для твоих причин Для твоих случаев Для твоего объекта Для твоего ниши Мы можем сделать то, что нужно И уже это делали более того И самое главное Мы можем показать пример Если мы работаем, допустим, в кондитерской Нише То мы показываем, как мы Печем куросаны Допустим, да И куросаны Если мы работаем В текстах В рекламных То мы говорим, что вот этот рекламный текст Принес миллион рублей клиенту И объясняем, как он работает Конкретно Мы не говорим в целом, как надо делать Всем А говорим конкретный результат Что это дает нам? Это нам дает возможность Дать какой-то конкретный Специфический результат Клиенту И он такой Да, я это хочу Он ради этого и перешел Это вот маленький продукт И поэтому Офер у нас получается Специфичный результат Что конкретное Время и деньги Мы даем И способ достижения Способ достижения Это уникальность наша Человек, как правило Хочет результат получить Не просто так А с помощью какого-то инструмента К примеру Он хочет заработать денег С помощью ютуб-канала Либо он хочет набрать Там миллион подписчиков С помощью чего? С помощью скетча И юмора Либо он хочет набрать Десять тысяч Или сто тысяч подписчиков Но с помощью Разумных рассуждений Это разные подписчики Разные стратегии И люди в зависимости От своего психотипа От своего желания Они хотят разных результатов Вернее результат один Это миллион заработать Но на миллион подписчиков Ты зарабатываешь Как комик Допустим Как шут Как блогер А на тысячи аудитории Ты можешь тот же самый миллион заработать Вот у меня так было У меня аудитория всегда была Более-менее читающая Около тысячи активная Вот и на тысячи Человек я делал Ну прям постоянно Много миллионов Каждый год В принципе это не проблема И наоборот Если у блогеров Есть большой охват Аудитория как правило Неосознанная Ну либо Не платежспособная То есть нет закономерности Количество людей И количество денег Есть Количество Какие-то люди То есть качество людей Очень сильно зависит Качество продукта Вот поэтому мы выбираем способ С помощью которого Человек хочет добиваться результата И добавляем это тоже В уникальный продукт И результат Такое должно быть ощущение у человека Что это супер для него выгодно И это привлекает большое количество людей Которые вас не знают Либо второй вариант Если вы проводите Например обучение Либо ведете человека Как эксперт Как известная личность Тогда люди идут на бренд Потому что все идут И тема модная Если есть какая-то хайповая тема Если вы сами Являетесь блогером С высоким охватом То вам в принципе все равно Что продавать И правильные стратегии Будет не рассказывать специфично Наоборот собирать большую аудиторию И из этой аудитории Уже какая-то часть людей Придет к вам Потому что они вас любят Ценят И воспринимают правильно С точки зрения Маркетинга уже доверяют Вот поэтому это две стратегии В принципе работает И первая и вторая Если вы известная личность То надо наоборот Идти на бренд И на большую аудиторию Если вы продаете Как неизвестная личность Как узко нишевая Какая-то история Нужно сужаться То есть с одной стороны Сужаться надо С другой стороны не надо Вот очень важно Эта стратегия абсолютно разная В большинстве случаев Если мы говорим О работе С началом Когда вы только начинаете Какую-то нишу В большинстве случаев Тема с брендом Вам не нужна Тема с брендом Нужна только в том случае Если вы продаете обучение Там вы показываете свой путь У меня получилось Но сейчас мы об этом Тоже поговорим дальше Вот А в остальных случаях Мы показываем просто результаты Итак Дальше Позиционирование и смысл Для того чтобы Рассказать человеку И чтобы он принял решение Действовать с вами Действовать сейчас Мы должны передать ему смысл Что такое смысл Смысл Это по сути Мы решая проблему человека Тем более большую проблему Переводим его из состояния У меня этого нет Я страдаю На состояние Я этим обладаю Я счастлив Это изменение его жизни И нам нужно показать смысл Который у него в голове крутится И который мы ему дадим И который мы ему Поможем реализовать И смыслы тут разные Есть разные аудитории Есть экономная аудитория Их смысл основной Они хотят В силу того что они Так мыслят И потому что они экономы Они хотят как можно дешевле Они везде хотят найти Максимально выгодно Максимально дешево И просто в силу того что у них денег нет Они пытаются сэкономить Но при этом они готовы тратить время Поэтому им подойдет отлично Сделай сам Показывать как вы сами можете это сделать Показывать как это сделать можно бесплатно Как можно сделать там почти на халяву Либо как заплатив деньги Использовать какие-то лайфхаки И экономить Им это подойдет То есть смыслы у них должны быть все вокруг этого Вторая это бизнес аудитория С бизнес аудиторией работает цена-качество Когда человек покупает хороший товар Но по разумной цене Это когда ты покупаешь натуральный материал Но не в магазине А каким-то хитрым способом Хитрые способы они тоже любят Экономию и ресурсы они тоже любят Но они готовы платить больше За качественный результат Соответственно первое Они уже понимают что такое качественный результат И хотят его И во многих случаях они не готовы на меньшее Они готовы потерпеть Подождать Но придумать какие-то более сложные Изощренные варианты Какие-то способы хитрые Для этого как раз и нужен дизайнер Либо проводник Который поможет им за те деньги Которые они бы в стандартной позиции сратили Получить результат гораздо больше То есть деньги у них есть достаточные Но результат они хотят гораздо больше За эти деньги Чем предлагает просто рынок Чем пойти на рынок И услуга здесь будет Это то что Использовать деньги С наибольшим коэффициентом Если в первом случае В эконому у нас задача Сэкономить и вписаться хоть как-то Ну по максимуму получив результат В какую-то сумму То здесь получается Мы даже сумму иногда можем добавить Если видим за что Они могут это сделать У них будет мотивация Они добавят деньги И следующее Это премиальная категория Вип эмоции Отношения Самореализации На этой стадии уже люди В основном хотят сами творить У них уже есть много чего В жизни И они здесь хотят Личного общения Впечатлений Они хотят что-то необычного Базовые потребности закрыты Тут много может быть вещей С саморазвитием С признанием С изменением Своей деятельности В общем с ростом Здесь уже люди Как правило закрыли базовые потребности И можно смотреть по пирамиде масла Что они хотят Поэтому здесь мы даем эмоции Отношения Самореализацию Уверенность Они хотят вас видеть Как проводника В новый мир И если вы тоже даете С такими эмоциями Это тоже будет работать Поэтому позиционирование смысла Мы тоже упаковываем В наши материалы Которые мы даем И одни и те же вещи Можно под разным соусом продавать Можно продавать Эконом-сегменту суперрезультат Их суперрезультат будет На халяву вообще что-то получить И ничего не заплатить К примеру суперрезультат Для эконом-сегмента И предел мечтаний В дизайне интерьеров Это квартирный вопрос Когда они ничего не делают И получают на халяву квартиру Еще кучу подарок Это суперрезультат А маленький результат Это будет сделать на халяву Бесплатно Планировку Или подобрать мебель В вип-клиентах Суперрезультат Это будет полностью Что человек Например Перешел в новую тему Для себя И обрел смысл жизни Новый В дизайне интерьеров Давайте тоже Если возьмем Это будет Например Начал строить поселок Либо для друзей Стал строить Охотхозяйство Либо Турбазу В итоге он ее построил Или город Целый даже бывает Я знаю Из Асконы Руководитель Не помню как зовут Но вот он строит целый город То есть он уже Такого масштаба мыслит Если вы это поможете ему сделать То это уже Премиальный Супер-мега продукт Для Премиальной аудитории Ну и бизнес Это самое классное Самое удачное Вот можно мой интерьер Посмотреть в этом плане То есть в принципе Объект достаточно у меня большой 800 метров у меня дом Но мне удалось Обычному условному дизайнеру Я там не олигарх Я зарабатываю только умом И своими знаниями То что я сейчас вам передаю Я на него заработал И самое главное Не то что заработал на коробку Мне удалось сделать в ремонт В нем очень качественный Хороший Классный Не потратив там Супер-много денег То есть Да я потратил денег Но они разумные И получилось так Что даже инвестиционно Этот объект Постоянно выше То есть Я не вкладывал в акции Я вкладывал в недвижимость И в материалы в ремонт И в итоге Он растет в цене И сейчас он стоит гораздо дороже Чем я истратил на этот объект То есть Вот такие хитрые способы Они работают И я показываю Рассказываю Что я это умею делать Бизнес-клиенты это видят Они видят Ну не то что я просто говорю Я говорю Вот у меня конкретно это получилось Вот цифры с мета Давайте посмотрим И они на это покупаются Поэтому Вот выбирайте То что у вас есть То что вы можете И то что Здесь Вам будет для ваших клиентов Интереснее делать Эконом, бизнес или ВИМ Эти смыслы разные Как вы можете догадаться Соответственно Вместе в одной презентации Их не надо упаковывать Дальше вы определяете Тип продукта Да кстати Все эти вещи Это или-или Мы определяем Либо первое Либо второе Тип продукта Может быть Обучение Либо найм Это история героя Обучение Или найм Мы продаем Когда мы хотим Создать школу Или курс какой-то Когда мы показываем Вот мой путь Я его прошел Я благодаря своей профессии Научился реализовывать себя Как личность И зарабатывать на этом И я могу тебе помочь Если ты хочешь повторить мой путь Если ты начинающий специалист Да и даже если опытный Что-то там у тебя не получилось Я могу тебя направить Сейчас на правильный путь Ты платишь какие-то деньги И ты проходишь этот путь Не как я прошел за 10 лет А проходишь его там За полгода или год Тебе нужно идти По какой-то технологии Изменения мышления Есть стратегии Есть конкретный инструмент Я тебе их дам И я пройду вместе с тобой Это механика героя Вы должны показывать ваш путь То есть ваша технология Это ваш путь То же самое работает И в найме сотрудников Если вы нанимаете Если не просто людей Нанимаете за зарплату А берете их по каким-то Ну внутренним Мотивацией Это очень важно В творческой сфере Чтобы человек не просто За деньги работал А чтобы хотел работать Именно с вами Вы ему тоже показываете Карьерную лестницу Вы говорите Сейчас ты приходишь Как начинающий Через там полгода Становишься дизайнером Учишь такие-то навыки Я тебя учу Дальше ты становишься Моим помощником Дальше руководителем И потом моим партнером То есть вы ему показываете Такой же путь Только он идет Не сам А идет в вашей компании Также развивается В этом случае И помимо этого Ты еще деньги получаешь То есть в этом случае Нанимать людей Становится гораздо легче Если мы действуем Таким способом Поэтому вы показываете Свой путь И путь героя Путь клиента Когда нанимаете Либо обучаете Если это у вас услуга То вы решаете Проблему услугой И в этом случае Герой тоже есть Всегда кстати Герой есть Потому что Лучше всего Через истории продается То есть мы используем Механику истории Для того чтобы Презентовать свои решения И в этом случае У нас Герой это клиент Что это для нас значит Это значит Что мы рассказываем Историю Но мы являемся Как будто Добрым волшебником Из сказки Можно взять И делаем ему Какие-то сверхспособности Например латы Либо какое-то заклинание Даем Либо волшебную палку С помощью которой Герой решает результаты И наша здесь задача Тоже показывать Эту историю Рассказывать ее Как фильм Как некое Произведение В котором Есть проблемы Есть герой Есть цель Есть решение И как оно было осуществлено В битве с врагом Мы это все показываем Это то что привлекает внимание Но в этом плане Герой у нас клиент Клиент должен почувствовать Что он герой И вы его опекаете А вы добрый волшебник То есть меняемся ролями В первом случае Вы сами герой И он идет как ученик То есть механика Ученика Как помните С единоборством Приходит какой-нибудь ученик И вот К мастеру Восточных единоборств И он С ним работает Это вот первый случай Идея да такая А здесь случай Что как раз Вы волшебник Такая аналогия А Садник Это герой Спасает принцессу Неважно Я не говорю Что тут женская Или мужская Я говорю В целом Вот так Клиент получает результат И есть еще Массовый продукт Как правило Это может быть Книга Это может быть Приложение Это может быть То что Люди Пользуют Вообще В целом И получают Какую-то выгоду Здесь мы тоже Если говорить Сказка Мы выступаем В роли правителя Мудреца Человек Который Распределяет Правила И в его королевстве Живут разные люди И разные люди С помощью его Законов Правил И инструментов В данном случае Технологии Книги Приложения Какого-то общего Сервиса Где мы Привлекаем разных людей По сути это Механика маркетплейса Мы приглашаем Одновременно И поставщиков И клиентов И говорим Что у нас И для первых И для вторых Есть выгода В обучении Мы так делаем Когда мы говорим Нашим ученикам Что у нас есть заказы К нам приходят заказы Но какие-то мы взять не можем И поэтому берем И отдаем их ученикам Также мы говорим ученикам Что мы вас публикуем На доске почета Как наши отзывы Снимаем вам отзывы И снимаем Вашу рекламу Вешаем эту рекламу Себе на Сайт И через сайт Вы тоже можете Получать клиентов И такие случаи Очень много было То есть у меня Так получают люди Это со стороны Обучения Мы помогаем Людям реализоваться А со стороны клиентов Которые к нам приходят Которые мы допустим Работаем с бизнесом Вип-сегментом И если у нас есть Эконом, например Да, как можно дешевле Либо бизнес На которых мы взять не можем Если к нам приходят Мы тоже даем Да, это не супер классно Для учеников Может быть Потому что они бы хотели Вип, например Или бизнес Но тут надо поработать Надо с чего-то начать И в целом Вот Мы предлагаем Минимальный базовый набор Но это тоже хорошо Это тоже стоит понимать Вот А для того, чтобы Получать бизнес или вип Ученики могут еще раз Пройти обучение Как брать бизнес или вип Чтобы Получать себе Клиентов самостоятельно Да, запомните Одну простую вещь Никто Супер крутых клиентов Просто так Отдавать не будет Это было бы странно Либо это был бы обман Либо если бы у меня Не было студия Тогда бы у меня Не было практики Тогда бы я не давал Результатов То есть я все знания Свои получаю С собственного опыта Поэтому очень правильно Что я забираю себе Вип клиентов Для того, чтобы Получать знания Систематизировать их И передавать уже дальше людям Ну вот так вот у нас устроено И дальше вы тоже Можете точно так же делать Пройдя соответствующее обучение Дальше Массовый продукт Это технология В которой все находят результат Еще один пример Это дизайн конференции Когда мы собираем И начинающих дизайнеров И профессионалов И поставщики у нас Там есть Мы придумываем интересные квесты Механики общения между собой Поставщики получают дизайнеров Дизайнеры получают поставщиков Вот это тоже пример Такого большого массового продукта Придумать, что вы будете делать Здесь Какой тип продукта у вас И в зависимости от этого Придумать историю В первый случай Вы Как Предводитель За вами идет ученик Второй случай Вы как волшебник Помогаете клиенту Добиваться результата И третий Это вы придумываете схему Придумываете Как руководитель Как правитель Придумываете королевство И приглашаете в судах людей Которые соответствуют Вашим концепциям и принципам Теперь способ достижения информации И продажа Как вообще идет продажа Продажа идет через Одну простую вещь Это внимание Внимание идет через историю Всегда Самый простой и легкий способ Донести любую информацию Не учить как надо жить Потому что человек думает Ну что-то он меня сейчас продает Впаривает А показывает Как ты что-то делаешь И человек сам Через пример Делает выводы Это заложено нас природой В принципе человеческое существо Еще с детства Ребенок копирует Действия взрослого Либо действия других детей Если ребенок не умеет плавать И взрослый его будет учить Он будет бояться А если он увидит Как такой же ребенок Его возраст уже плавает Он осмелеет И пойдет То есть нужны примеры из жизни Поэтому Вы показываете Что вы такой же Вы не супер особенный Какой-то вот это очень важно Да И у вас есть такой результат Либо ваши клиенты Тоже простые клиенты В таких же ситуациях Они не супер эксклюзивны Они не супер особенные Они такие же как вы И они добиваются Таких-то результатов Как вы что-то делаете История и результаты Также можно включать Здесь спецэффекты Потому что Внимание привлекает Различный интересный монтаж Съемка То есть идеальная здесь ситуация Конечно Фильм снять художественный Через который Доносить смысл Которые мы обсудили Но это не у всех Всегда получается Поэтому мы можем Переходить к результату Но все равно Техника тоже важна Но как правило Даже базовый уровень Написания нормального текста С хорошей структурой Последовательностью И с четкими Внятными мыслями Это дело Очень сильно облегчает Поэтому первым Случаем Мы делаем внимание Напоминаю Для чего мы это делаем Раньше Мы собирали Именно узкую аудиторию Потому что Мы не можем привлечь Внимание людей Широкой аудитории На Что-то Конкретное Нужное нам Люди просто не соберутся Они лучше пойдут Фильм посмотрят Художественно Чем будут это смотреть Поэтому внимание Привлекается на конкретное Решение проблемы Для конкретной аудитории Тогда внимание есть И Внимание очень дорого Это самое основное Самое дорогое Особенно для незнакомых Людей с нами Вот Поэтому внимание Здесь очень-очень важно Мы придумываем это Через историю И показываем Как мы делаем Второе Доверие Показывать А не рассказывать Честность Открытость Опять же Мы здесь не учим Просто говорим Как есть Здесь придумывать не надо Потому что Нам важно здесь Не как можно больше людей Даже привлечь А как можно больше Квалифицированных людей У которых есть деньги Которые будут работать По нашей схеме Потому что если мы возьмем На данном этапе Клиентов всех Есть много сумасшедших людей Готовых нам заплатить Они нам не нужны Они нам подпортят Статистику и малину Если мы сделали все Предыдущее хорошо То внимание у нас В избытке будет И если внимание у нас В избытке Мы не должны Размениваться на каждого Мы должны брать Только крутых клиентов Поэтому здесь мы Специально отталкиваем Ненужных И говорим Что Слушайте Вот это вам не подойдет Я вижу Вы пока не готовы Я вижу Что действительно Вам пока рано И берем только нужных И показываем Эту демонстрацию Другим людям И другие люди Видят что Мы действительно Востребованный специалист Это правда Это не какая-то поза Это не Это стратегия И поэтому Это делается легко Нам не надо Манипулировать Нам не надо Управлять Кем-то Мы просто реально Не хотим На данном этапе Если мы сделали Все правильно У нас в избыток Во входящих Мы не хотим Брать всех подряд Даже если мы им Продаем для тренировки Я говорил Что тренируйтесь на всех И потом им отказываем Ну если не хотим С ними работать А я думаю Что мы не должны Работать с людьми Которые не достигли Определенного уровня Понимания и ясности Правильной стратегии Чтобы они вас слушались Дальше происходит продажа Но продажа происходит Не уже Что человек деньги вам платит Первая продажа Это продажа метода всегда Когда вы завоевали Внимание Свои истории В истории вы показываете метод Когда вы завоевали доверие Что вам можно доверять У вас возникает Проблема Есть метод И человек должен поверить Что этот метод Работает Что этот метод Не просто работает в целом А работает именно для него И у клиента Должна появится уверенность В этом методе Это первое И второе Что у него лично получится Вот это самое важное Если такая уверенность есть Он там как правило Задает вопрос Он вам не задает Он пока с вами не общается Он пока читает Или смотрит текст Смотрит текст Читает Видео и текст Он пока вас не знает У вас нет пока возможности С ним пообщаться Он наблюдает В безопасности На безопасном расстоянии Смотрит Что будет вообще Поэтому вы с ним пока не общаетесь Вы не знаете Что он мыслит Но чтобы Историю сделать хорошо И доверие Чтобы вызвать Вы должны заранее Все равно это знать Для этого надо исследовать аудиторию И теперь Что мы делаем Теперь Мы предлагаем ему что-то Мы предлагаем ему На каких-то условиях Войти в сделку Сделка не обязательно Должна быть сразу же На большой продукт Сделка может быть На продукт маленький На тест драйв Особенно если человек Нас не знает Попробуй Посмотри Давай пообщаемся Почему мы продаем Эту идею Мы говорим очень просто Чтобы не терять свой статус Мы говорим что Дорогой друг клиент Сейчас я вообще Работаю до результата Я работаю Ради кейсов Я работаю не просто так А чтобы каждый мой проект Был выгодный Я в этом бизнесе Не первый Не последний год Я хочу Чтобы у меня Каждый проект Был лучше другого И был супер результативный Чтобы от меня Клиенты уходили Довольные Чтобы посоветовали Меня клиентам Поэтому Это моя цель Это моя ценность Пойми пожалуйста Это прими Поэтому я готов Сейчас Жертвовать частью Своего времени Чтобы познакомиться С тобой поближе Чтобы понять Насколько моя методика Подойдет тебе И насколько ты подойдешь Для моей методики Давай встретимся Обсудим Посмотрим друг на друга Ты посмотришь на меня Еще раз Я закрою тебе Все вопросы Возражения Если это не твое Ты сделаешь выбор Примешь осознанное решение Не купишь Если это твое Наоборот Сделаешь выбор Осознанное решение Купишь И я на тебя посмотрю Я посмотрю Насколько нам будет Комфортно работать Смогу ли я тебе Вообще помочь Либо посоветую Кого-то другого И я готов На это Тратить время Потому что Мне ценно работать С теми людьми С которыми я на одной волне Я понимаю С кем он на одной волне Именно на этой встрече Поэтому вот приходи На бесплатную встречу Либо на платную встречу Пусть она там стоит 5, 10, 15 тысяч По-разному можно Ставить Это уже в зависимости От желания Мы с вами Как минимум Пройдем Всю стратегию Как минимум Решим ваш первый вопрос Который у вас возник И дальше Примем решение Идем или не идем Вот такая позиция Очень хорошо Вот И дальше Вы предлагаете сделку Это первая сделка И дальше на этой встрече Вы показываете Решаете ему проблему Ну какую-то Показываете Как вы будете дальше Решать глобальную проблему И предлагаете ему Решение глобальной проблемы Как правило Это дорогой продукт То есть мы используем Вот этот вот наш Первый часть Маленький продукт Для того чтобы встретиться И пройти тест драйв И там же у нас Должен быть подготовлен Еще оффер То есть предложение Конкретное для большого продукта Вот так У нас идет стратегия Встречаемся И у нас должен быть Прайс-лист Где он говорит Или да или нет Естественно У него на встрече Возникают Возражения Почему? Потому что Он сомневается В любом случае Любые люди сомневаются В чем-то И мы просто его спрашиваем Расскажи мне причины Почему ты сомневаешься Я тебе не буду продавать Я конкретно Честно тебе скажу Как есть У меня нет задачи Тебе взять У меня задача Чтобы было все в комфорте Честно и с удовольствием Это действительно так Когда у вас внутренняя позиция Такая Когда вы не в нужде То это хорошо Вы ничего вообще Никому не впариваете Вы показываете Как вы можете помочь Если человек надо Он идет Если не надо Окей, следующий Почему мы не беспокоимся Почему у нас твердая позиция Очень просто Потому что У нас Есть большой входящий Большой входящий У нас будет всегда Когда мы сделали историю И рассказываем Кейсы результата А это мы можем сделать Только в том случае Если у нас узкоспециализированная аудитория Если мы хотим взять Другую аудиторию Мы делаем еще одну историю И пишем заново Думали ли вы о том Что сюжетов Если вы изучали Сюжетную историю То их не так много Там по-моему Около 20-30 Вообще в целом Сюжетных историй Которые есть Которые в кинематографе придумали Но фильмов тысячи Если не десятки тысяч Поэтому мы просто Каждый раз Рассказываем под новым соусом Одну и ту же историю Для разной категории клиентов Для маленьких зрителей Это сказка от Диснея Для больших зрителей Там просто больше будет Крови, мяса И сексуальных сцен Но в целом Все одно и то же Такая же сказка Про Золушку Про Там Только уже Для взрослых Да соответственно Кто там был Красотка например Была та же Золушка Но уже просто Как проститутка Все то же самое Сюжеты одни и те же Разная аудитория Разная подача Там для женщин 20-30 лет Которые ищут там Последнюю Сопереживают героиню И для детей Допустим там Русалочка Либо там Золушка Для маленьких детей Которые сейчас Только там На становлении Которым Смотрят мультики Вот Одно и то же Поэтому мы Самое главное Делаем историю И специализируемся Под категорию клиентов И сделка в этом случае Состоится Если все сделано было правильно Нет никакой возможности Чтобы сделка не состоялась Никакой вообще Потому что Это природа человека Все что мы сделали Это описали природу человека И как человек мыслит Ментально И как он принимает решения Какая у него психология внутри Каким образом он Думает Действует Принимает решения И добивается Своего В жизни Он так привык делать Если он так привык делать То Следуя этому методу Вы придете Сами К результату К продаже А клиент После продажи Придет к результату Который он хотел Вы упакуете его в кейс И повторите это Столько раз Сколько хотели Задавайте вопросы По этому видео Если оно есть Это общая стратегия Которой я рекомендую Придерживаться Это часть Моей стратегии По работе Через контент Маркетинг Чему я в том числе Обучаю Поэтому если тема Интересна Приходите Работать Индивидуально Смотрите мою рассылку Мы решим Вашу проблему И напишем Ваши истории Для ваших клиентов Чтобы вы заработали Достаточно Количества денег